Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Решил я, наконец, коснуться на наших каналах событий в Казахстане. Я намеренно их столько не касался, поскольку нужна была хоть какая-то ясность. А было понятно, что комментарии, что наших аналитиков, что наших оппозиционных политиков обречены быть поверхностными, поскольку этих событий никто не ожидал. Более того, они были классическим, громом с ясного неба. И так все и получилось. Валерий Соловей предсказал оккупацию Казахстана войсками Путина и, как следствие, партизанскую войну там против наших войск, и, соответственно, усиление в результате этого протестных настроений в России. Прогноз Александра Невзорова тоже был вполне ожидаемый. Путин следующий. Он имел в виду, что следующий после Назарбаева. Путин лишится власти. Известный оппозиционный казахский политик Мухтар Аблазов заявил, что на самом деле Назарбаев никуда не уходил, поскольку Такаев, как он выразился, это просто его мебель. Но и подобных взаимоисключающих мнений было слишком много. Наконец попался один ролик, который меня заинтересовал. Ролик Геннадия Гудкова. И на нем я решил остановиться. Для начала. Это его интервью каналу «Форум Свободной России». Ролик называется «Лучше зачитаю». Будет много крови. Геннадий Гудков. Интервью большое, около часа. Но меня в нем заинтересовало только два момента, уже обозначенных в названии данной публикации. Первый – это тот, что президент Казахстана Такаев посмел показать Путину на дверь. А второй – что в российской элите, в результате политики Путина, опять же, зреет серьезный раскол. Вначале о том, что Касым Жумар Тукаев указал Путину на дверь. По мнению Гудкова, никаких террористов в Казахстане не было. Это были народные протесты. Но здесь он не оригинален. Это мнение всех оппозиционных политиков. Да, похоже, и всех нормальных людей. Оригинален он на другом. Эти волнения, на его взгляд, привели, вернее, приводят к смене элиты в Казахстане. По мнению Гудкова, может быть, Такаева был мебелью Назарбаева. Да только, как известно, в тихом умы те черти водятся. И эти самые черти себя уже проявили. Теперь реально в Казахстане уже хозяин не клан Назарбаева, а клан Такаева. И лучшее доказательство этому, то, что Такаев посмел указать Путину на дверь. Это еще одна из роковых ошибок Путина на международной арене. Вот как он сказал о том, что Такаев указал Путину на дверь. Ему сейчас уже этот Такаев указал на дверь. Сказал, ребят, спасибо большое. Все свободны. С 13 января. Это же даже не пощечина. Это удар под дых. Это удар под дых. И что сейчас должен делать наш этот мачо-вождь в Кремле? Сваливать, сказать, да, ребят, да мы пошутили. Мы там просто перебросили 10 тысяч спецназа к вам. Ну, мы поняли, что вы там сами справились. Хорошо, конечно, да, да, да. Не знаю, как сейчас поведет себя Путин, но не вывезти войска из Казахстана. После того, как его официально об этом попросил казахский президент, ему будет, понятно, очень сложно. И, кстати, Такаева здесь вполне можно понять. Казахстан – одна из немногих стран на постсоветском пространстве, руководству которой поверил Запад в финансовом плане. Известно, что из России, а точнее от Путина, деньги бегут как от чумы. В Казахстане же ситуация прямо противоположна. Туда западные инвестиции шли. И шли полным ходом. Доля прямых западных инвестиций в экономику Казахстана сейчас оценивается уже ни много ни мало в 370 миллиардов долларов. Что для такой страны, понятно, впечатляющая цифра. И что будет, если Казахстан де-факто окажется оккупирован, скажем так, войсками Путина? Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что деньги из Казахстана побегут как от чумы. А это значит, что куча людей, сегодня благодаря западным инвестициям, имеющих работу, окажутся на улице. И тогда не помогут никакие войска Путина. Протестное настроение и так в Казахстане уже зашкаливающее, возрастут в десятки раз. Впрочем, посмотрим, что будет дальше. Это действительно очень интересно, на мой взгляд. Самая же главная ошибки Путина на международной арене неизбежно еще сильнее противопоставят российскую элиту западной. А в нее все деньги на Западе и все семьи там же. И все вероятнее становятся персональные санкции против представителей российской элиты. То есть у них просто начнут забирать их деньги. Официально, решением судов, забирать их деньги, находящиеся на счетах в западных банках. А это значит, что Путин для российской элиты становится все более вредным. Или, как выразился Гудков, все более токсичным. Вот как он об этом сказал. То не хочет терять то, ради чего он терпел все эти годы. Они хотят, чтобы их семьи, дети, да они сами жили в шоколаде. Ну что там Сечин покупает себе своей жене, там, по-моему, развелся, не развелся, не знаю. Там яхту за 180 миллионов, как утверждают СМИ. Ну она хочет пожить, покататься с ней, посмотреть мир, отдохнуть, еще чего-то. Хочет, хочет. А ему тут раз и персональные санкции, закрыт въезд. И такие случаи, вот как раз они и формируют понимание элиты окружающих Путина, что токсичность вождя, она запредельная, она угрожает их благосостоянию. И это, на взгляд Гудкова, уже породило все нарастающий раскол в российской элите. Элите нужны гарантии безопасности, и в том числе безопасности их вкладов в западных банках. А пока президент России Путин, такой гарантии не только нет, а напротив. Степень опасности, все растет и растет. И на взгляд Гудкова, западу, если он хочет избавиться от Путина, и нужно сейчас стимулировать вот эти вот раскольнические настроения, скажем так, в российской элите. И он полагает, что запад будет это делать. Тем более, что у них там все возможности для этого. Что здесь можно сказать? Думаю, что Гудков во многом прав. И Путин в Казахстане в очередной раз подставился по полной. И ничем хорошим вмешательство в дело Казахстана для него не закончится по-любому. И раскол элиты, равно как и протестное настроение в России, будут только нарастать. Не согласен я с Гудковым только в одном. В том, что будет много крови. И думаю, что он зря так изменил свою риторику. Напоминаю, еще недавно он говорил, что до силового противостояния дело не дойдет. Мы обсудили этот вопрос в публикации, лучше считая название. Гудков будет массовая протеста глубинного народа. Напоминаю, на мой взгляд, в условиях политоризма силовое противостояние крайне маловероятно. Мой подробный ролик о том, что такое политоризм, будет на конечной заставке. И гарантия этому бархатной революции в странах Восточной Европы в конце 80-х годов 20-го века. Напоминаю, там до силового противостояния дошло только в Румынии. Да и там это самое силовое противостояние было минимальным. И причина понятна. В условиях политоризма главное не собственность и не финансовый капитал, а номенклатурная должность. А номенклатурная должность, в отличие от капитала и в отличие от собственности, не остается с тобой до смерти законодательной. И не передается по наследству законодательной. А значит, а номенклатуры просто нет высокой заинтересованности. Чтоб драться за свое кресло, как говорится, с оружием в руках. Вот за свои деньги в западных банках они готовы бы были, если бы было бы надо, конечно, драться и с оружием в руках. Да только это нереально. У них ведь просто не получится. За свои вклады, что в Америке, что в Англии, что в Швейцарии и так далее, драться с оружием в руках. Конечно, сейчас сложно сказать, что будет дальше, но ясно одно. Вариант гражданской войны в нашей стране крайне маловероятен. Самый вероятный вариант развития событий в России сейчас – это антиполитарная, или, как сказал бы Владимир Ильич Ленин, буржуазно-демократическая революция. Буржуазно-демократическая революция мирным путем. И такое развитие событий совершенно закономерно. Во всяком случае, оно совершенно закономерно с позицией марксистско-ленинской теории. Восстановление в стране политоризма, или, как сказал бы опять же Ленин, азиатская реставрация, осуществленная в России, ну точнее в Советском Союзе с Сталином, и должны были однажды закономерно к этому привести. Мы сейчас, получается, вновь идем к февральской революции, после которой по Ленину однажды закономерной станет и обратная. Но думаю ясно, что перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую в условиях современной России крайне маловероятного. Политоризм, прикрытый красными знаменами в Советском Союзе, вбел в народ буквально аллергию к коммунистической идее. Народ-то не понимал, что живет не при социализме, а живет при системе, которая хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. А преподавать политоризм в советских учебных заведениях Сталин запретил. Этот запрет свято соблюдался номенклатурой весь период так называемой советской власти. Поэтому ненависть и презрение к политоризму у народов закономерно перешло в ненависть и презрение к коммунистической идее. Но то, что однажды левая идея вернет в себя свое, и думаю не только в России, а во всем мире, но лично во всяком случае я в это веру пока еще не потерял. Предательство коммунистической идеи и левой идеи вообще Сталинам нанесло, конечно, страшный удар по международному коммунистическому и рабочему движению, а не только по нашей стране. Но я думаю, мир рано или поздно от этого подлого предательства Сталина оправится. Но и так или иначе, я думаю, что крах политоризма в России неизбежен. Более того, он уже не за горами. Скорее всего, он произойдет в считанные годы. Очень может статься, что свержение Путина и приведет к тому, что у нас наконец произойдет буржуазно-демократическая революция, и мы получим наконец в нашей стране нормальный капитализм, а не политоризм, как сегодня, прикрывающийся, маскирующийся под капитализм. Так же, как и в Советском Союзе. Политоризм маскировался под социализм. В общем, законы истории объективны. И думаю, однажды она неизбежно возьмет свою. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.